здравствуйте дорогие друзья это будет обзор рододендронов которые у меня расцвели в мае и июня семнадцатого года это основном рододендроны которые я выбирала по принципу максимальной зимостойкости для условий подмосковья а также для моих конкретных условий у нас очень близко грунтовые воды и это осложняет ситуацию более такой физиологически холодный микроклимат для них получается и моя задача сделать для них максимально комфортные условия продолжаю пополнять свою коллекцию рододендронов вчера с мужем ездили в серпахов к александру сергееву у него свои есть канал на ютюбе он разводит рододендроны устойчивые в подмосковье виды вот это рододендрон сих одинский сегодня 9 мая он уже в полном цвету то есть зацветает он одним из первых в конце апреля и еще купили у него вот рододендрон японский то не первый раз в этом году должны цвести вот видно цветочные почки распускают потихоньку еще взяли у него три разновидности гортензии вот таком виде они у него сейчас древовидные гортензии белла анна старберст и пинканабель три сорта древовидные гортензии такие у нас очень устойчивые в московье у меня хорошо они растут и вот посмотрим как поведут себя эти сорта распускается рододендрон вечно зеленый сорт хенингемс уайт на основе кавказского рододендрона бутоны у него розовые а при распускании он становится чисто белым с желтым пятном сорт космополитон оказался очень эффектом цветы очень крупные по сравнению с кейнгемс уайт камера не передает немножко цвет светящийся более теплый цвет чем на камере маленький рододендрон плотный дал всего вот один цветочек еще один распускается все-таки приятно что хотя бы так он цветет развел лососевый красавец японский рододендрон потрясающий цвет вот уже к сожалению после дождя один цветочек опал сегодня 1 июня и практически в полном цвету есть зеленый рододендронного земла камера немножко осветляет натуральный цвет такой густо рубиновый очень красивый темно-бордовое пятно в центре каждого цветка это растение куплено в этом году и привоза этого года польский экземпляр поэтому на такой товарный вид шапка цветов рубинового цвета очень красивые такие крепкие колокольчатые цветы что с ним будет в следующем году посмотрим рядом сидит рододендрон это рододендрон якушиманский он у меня третий год в принципе не самый зимостойкий сорт сорт по моему называется ольга могу ошибаться его недавно пересадила в принципе пересаживать их можно практически в любое время если он маленький даже очень аккуратненько в цветущем состоянии можно пересадить прошлом году у него были цветочные почки которые он отсушил так не распустившись в этом году он порадовал меня цветением правда две ветки цветут еще на нескольких ветках цветочные почки отпускаются очень медленно в застывшем состоянии погода у нас в этом году была какая-то аномально холодная май холодный с заморозками начало июня тоже были заморозки так что конечно цветы страдают наши но остальные еще маленькие посажены вот сорта питер тегерстадт гага хельсинки университи он что-то в каком-то не очень хорошем состоянии у меня с прошлого года маленький саженец перезимовавший состояние какой-то не жив не мертв посмотрим еще один сорт который цветет такими розовыми цветами розеум элеганс тоже один из зимостойких сортов таких у него среднего размера цветочки у нас уже зимовал одну зиму вот такая композиция из листопадных ортодендронов в прошлом ролике я показывала технологию которую я использовала для устройства такой кумбы вот примерно то что у меня получилось я убрала кирпичи которыми я временно закрыла металлические борта использовала камень плетняк такой слоистый песчаник здесь у меня поместилось целых восемь ортодендронов но поскольку у них корневая система компактная они у меня еще маленькие то в принципе пока им будет комфортно прежде всего хочу отметить листопадные ортодендроны серии lights это lights гибриды отличаются максимальной зимостойкостью порог зимостойкости где-то в районе 40 градусов минус 40 градусов поподробнее сейчас покажу их вам это мандарин lights действительно как будто желтенькой мандаринчики сами цветочки не очень крупные но они распускаются таким шариком оранжевым очень яркий цвет эффектный и пахучий сегодня у меня позирует стрекоза на заднем плане у меня в прошлых лет еще маленькие нецветущие саженцы центре я посадила golden lights сорт желает гибрид пахучий тоже это western lights сорт очень изящные цветочки сантиметр 2-3 наверное диаметре большой компании смотрится очень неплохо такое розовое пятнышко саду будет вот этот вот ортодендрон такой живописной формы вот сейчас вам покажу более подробно куплен в прошлом году у меня в цветущем состоянии у нашего любителя подмосковного я уже говорил про него это евгений александр попковка я к нему ездила купила 8 ортодендрон взрослый и цветущий был только один вот такой бледно-желтый японский додендрон немножко у меня поболела на осенью мучнистая роса на них напала но в принципе весной все в порядке сейчас для профилактики использую глиокладин вот он в полном цвету очень сильно пахнущий такой вот красавец за ним плане такой маленький водоемчик у меня получился из детской ванночки здесь вот отсветший сихотинский ортодендрон вся эта композиция у меня располагается северной стороны от ужасной сосны состав была у меня из леса посажена совсем маленькая 20 сантиметровая лет за 10 вымахал в такое взрослое дерево вот цветет каменистая горка по дороге показала в этом году мне еще дал один цветочек ортодендрон розовый который тоже был куплен в бабковой единии Александровича вот такие мелкие розовые цветочки очень сильно пахнущие тоже хочу добавить что часто торговых центрах или питомниках вы можете увидеть на листопадных ортодендронах таблички с надписью азалия вот азалия оранжевая азалия golden lights но имейте ввиду что в ботаническом смысле сейчас это все относится группе листопадных ортодендронов продавцы в этих центрах часто не сведущие в этих тонкостях поэтому знайте что азалия это торговое название листопадного ортодендрона азалия индийская которая выращивается у нас исключительно как комнатное растение это уже отдельная тема это растение не для сада одним из последних расцвел ортодендрон киты в бинске гранди флорум сорт фиолетовые цветы с тракутового цвета пятном в серединке очень красивые расположен у меня на северной стороне дома прям рядом со стенкой его посадила на поднятой грядке тоже и так это был обзор ортодендронов которые расцвели у меня в саду часть из них была куплена подмосковных питомников вот как этот вот вечно зеленый гранди флорум часть была куплена у наших коллекционеров которым я хочу выразить огромную благодарность поскольку это занятие требует большой увлеченности труда терпения и кроме того они делают большое дело они выводят зимостойкие сорта и зимостойкие климатипы рододендронов у них можно приобрести саженцы очень недорого по сравнению с саженцами из питомников а по устойчивости к нашим подмосковным условиям они конечно примасходят все ожидания на этом все спасибо за внимание всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч